приветствую всех любителей путешествовать в этом выпуске снимаю влог с карибских островов сейчас я нахожусь на острове барбадос на котором мы уже находимся третий день из которого отправляемся дальше путешествие по карибским островам самым южным что есть мартиник сант-луша острова и будем на них добираться на пароходе на лайнере от ридс-карлтона честно говоря не знаю что ожидать первый раз мы едем на это корабле вообще мы не любим круизы но ридс-карлтон очень любим и поэтому решили дать шанс ридс-карлтону попутешествовать посмотреть хотя никого еще не знаем кто путешествовал на этой линии и даже я нигде никакие видео на ютубе не нашла поэтому я думаю скорее всего я буду одна из первых кто будет показывать путешествие слаймера ридс-карлтон ну и три слова о барбадосе об этом острове где мы сейчас находимся по доз достаточно маленький и бедный остров но конечно много очень всякой конспирологии по этому острову может вы что-то знаете больше но я знаю в отношении то что тут банковская система популярная и люди ну можно сказать ультра ультра богатые как-то тут прячут деньги я то слышала самое интересное было что когда мы пересекали границу нам даже не поставили штамп в паспорте что на мой взгляд было очень как-то странно любую страну на любой остров ты приезжаешь если он не принадлежит америке вам нужно обязательно просто получить этот штамп а тут не поставили никакой штамп вы знаете почему это а я мы так и не разобрались почему не поставили штамп нам в паспорте мы думаем из-за того чтобы какие-то следы кому-то нужно тут заметать ну а так тут очень чувствуется контраст бедный остров много бедных людей все такие простые дороги и простые рестораны ну и в то же самое время можно найти очень дорогие очень шикарные рестораны которых в америке даже я не помню такого качества и контингента я видела а тут есть то есть если бы я порекомендовала кому-то приехать на барбадос ну не особо обычный остров обычные карибские острова пляжи я же конечно хороший ничего не скажешь но если вы живете во флориде сильно это в глаза не бросается то что он такой пляж хороший мне нравится что тут дома и пляж очень близко находятся друг от друга и даже не нужно далеко идти до воды как снимала видят что это такое птичка еще настрала прекрасно новое платье дело остановились мы вот в этом отеле называется waves находится прямо на пляже тут все включено честно говоря не рекомендую запомните что ничего особенного в этом отеле нет и не знаю даже как мы его заблокировали потому что ну так себе вообще еду мы даже тут не едим потому что нам ничего не нравится мы ходим все равно другие рестораны кушать и 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 это министр туризма на острове барбадоса решил подойти и нас представить лично познакомиться с нами так что у нас тут уже связи есть барбадосе вот это чек-ин-эрея нас тут чек-ин сделали вот женя с тадом чек-инец и наши друзья которые с нами едут и и скоро у нас отправят на острове мы заходим на наш круиз ну что снимаю нашу комнату при входе вы попадаете в такой небольшой офис где вы можете себе сделать чай кофе утречка нас тут уже встречает шампанское гостиная комната гостиная комната смотрите можно посидеть посмотреть телевизор покушать если нужно тут балкончик достаточно много места если сравнивать с другими отелями руиз где нам обещают что будет шик блеск красота так что сейчас все посмотрим еще что тут на лодочке тут одна из развлекательных пространств где я так полагаю будет нам играть музыку на рояле это один из ресторанов который находится на улице сейчас еще никого тут нет потому что мы одни из первых я так думаю кто пришел на эту лодочку если хотите водичка шампанское тут сервируют моец нормально а это наверное джакузи лежаки тут и полежать можно и покушать это один из самых самых фэнси ресторанов что есть тут он имеет мишель яновскую звезду или две не знаю один из вечеров мы сюда приходим один из азиатских ресторанов мы заказали супчик мисосу мой любимый бобов и гиоза сейчас ждем суши к нам пришли десерты по-моему я не сняла что нам принесли на горячее но все было очень вкусно ресторан полный много людей пришел я записалась на тренажерный класс сейчас он меня будет тренировать серьезная подготовочка на корабле есть такая сауна сейчас снимаю потому что никого тут нету мокрая сауна сухая сауна показываю даже как внутри выглядит классно я пришла вообще никого нету вообще на палубе всего лишь 150 комнат нужно прям выйти и полежать вот смотрите самое классное что вообще никого мы сейчас плывем весь день еще будем плыть завтра я думаю вот тут я сейчас прилягу первое блюдо нам доставили вы готовы посмотреть что это? это вот это вот блюдо это мы нам сказали что это оливка которая покрыта сыром пробуем шардонет 2017 года Женя прям очень хочет попробовать это винишечко нам сейчас будут каждому блюду приносить разные вина не знаю пока я не в подпечатлении честно вам признаюсь посмотрим что дальше будет нам приносит самый быстрый день десерт последнее блюдо я вам скажу по секрету что я вам не рекомендуете в этот ресторан это единственный ресторан за который мы должны были платить дополнительно они это говорят что Мишелевовский ресторан но оно того не стоит вообще пистачок 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 доброе утро мы приплыли на остров и остров называется Доминика вот тут горы можно поехать делать хайкинг по горам на водопады можно делать тут сноркли смотрите какой вообще океан плоский плоский поэтому нас вообще не шатает я не знаю что мы будем делать планов пока никаких нет так мы решили поехать и посмотреть остров Доминика взяли такси сказал 50 долларов туда и обратно в одну сторону ехать 20 минут а пообещал что отвезет нас на самый лучший пляж который тут есть и тут можно снорклини тоже делать кстати наша лодка нас привезли самый лучший пляж Доминики очень красиво вода тепленькая тут песок видите черный как для нас непривычно то что у нас белый красивый песок а тут черный от вулкана поэтому ну вот так вот все выглядит вот конечно это сказали нам самый лучший пляж ну что мы уже быстренько посмотрели этот остров за буквально часик или даже меньше посмотрели пляж поездили через весь остров он в принципе небольшой на нем живет семьдесят тысяч человек очень очень бедный смотреть нечего только если ехать смотреть это нужно вот в горы туда там можно делать хайки ну вот кому нравится природа здесь можно сделать такие туры а ехать на пляж или по городу кататься не рекомендую я пришла в один из ресторанов которые находятся недалеко от бассейна там он бассейн вообще сегодня одна пришла потому что все еще спят после вчерашней вечеринки заказала сибас салат и дринк он так выглядит как будто настоящий алкоголь он на самом деле не алкогольный вот такие вот у меня виды и ну вообще как сказки просто нереально красота конечно так бы жить каждый день было бы вообще просто супер классно ну что мы причалили на остров который называется мартиниг нас на лодочке привезли вот на вот этой вот тут сразу выходишь хороший пляж но мы еще пока не решили куда поедем я думаю я хочу на другой пляж подальше от больших лодок остров относительно большой французский французская колония ну в общем что увидим то покажем вам вы не представляете что сейчас произошло мне порекомендовали вот этот пляж сказали тут самый лучший снорклинг приезжайте самый лучший вообще пляж на всем острове смотрите какой ужас просто еще и камни на полу даже и вода даже не чистая такси такси тут пять минут мы проехали буквально тридцать долларов таких такси дорогих я не помню чтобы где-то они встречались вообще это какой-то ужас просто куда какой-то еще и тракторы на пляже ездят приехали окей покажу вам что нас окружает тут на острове мартиник мой муж свой что пришлось ему 20 минут идти пешком я его повела на тот пляж а он оказался таким ужасным и мы теперь пешком идем назад ну хоть красивая дорога хотя жарко приключения конечно тут какие-то отели ничего интересного нету я вам честно признаюсь на этих островах так что мартиник можете убрать со своего списка если он у вас был ребята ну что мы вышли на остров Сан-Душа вот такая вот красота на острове собаки везде ходят мы прошли 10 минут и решили вернуться назад на нашу лодочку а вообще тот самый популярный тур это на вертолете полететь над горами но мы уже тут были на этом острове несколько лет назад в отеле пять дней провели поэтому нам тут никакие вертолеты не нужны я приплыла на остров Гренадин сейчас мы собираемся делать снорклинг вот с этой командой поплывем на вот этой вот лодочке мы решили пойти в ресторанчик и чтобы до него добраться можно взять вот такое вот такси оно выглядит вот так ну что ребят закончилось наше путешествие на круизе на лайнере таком шикарном нам конечно круиза очень понравился сервис был просто на высшем пилотаже даже я не помню где я такое видела но Ридс Карлтон просто вот еще лучше чем в отелях просто супер класс еда тоже очень вкусная и все так улыбают все приветливые очень очень понравилось вот что бы мы сделали в следующий раз мы уже еще хотим сделать такой круиз ну уже наверное через год или через два года ну такая у нас появилась мечта сделать еще такой круиз но теперь мы хотим сделать по Европе потому что на Карибских островах ну каждый день ты приезжаешь в новый остров но они на друг друга похожи это как бы все беднейшие острова ничего в принципе в них интересного но только если вы любите делать дайвинг то это было бы вообще супер потому что многие кто ходил на дайвинг кого мы там встречали они говорили что красота из красивых но теперь мы хотим поехать на такой же лодке но только уже по Европе сейчас едем по аэропорт в общем так это Продолжение следует...